Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 16 апреля, новолуние. Можно сесть и спокойно подумать, что и когда мы будем сеять в последнюю декаду апреля. Потому что сейчас 17-18 и начнется третья декада, которая очень тоже напряженная. Вот на 16-е написано в день новолуния, растение лучше не тревожить. Это единственный день, когда запрещено. В остальные дни можно все делать. Я вот открыла лунные календари. У меня много на этот год лунных календарей на 2018. Но тут такие, как вам сказать, такие какие-то неполные, краткие записи, что я подумала, что новичкам, наверное, этого недостаточно. Они не сильно помогут им. Вот что этот календарь, что этот. Как-то сильно все лаконично. Я решила вам поподробнее рассказать, что же мы будем сеять именно в оставшиеся, во второй половине апреля, а именно в третьей декаде, до конца месяца. Конечно, мы будем продолжать сеять капусту. Если в начале месяца мы сеяли самые ранние и позднеспелые сорта с длительным сроком созревания, то в конце апреля, именно в последней декаде, можно приступать к посеву среднепоздних, среднеспелых сортов с более коротким вегетационным периодом. И желательно, для получения хорошего урожая, всю капусту отсеяться до конца апреля. Вот здесь и написано у нас. Посейте на рассаду семена среднеспелых и среднепоздних сортов капусты. Дальше у нас огурцы, кабачки, патиссоны. Тут тоже немножко несколько слов прямо сказано, я вам расскажу поподробнее. Огурцы для выращивания в теплых теплицах многие уже посеяли. А во второй половине апреля можно сеять на рассаду огурцы, которые будут у нас выращиваться без подогрева. Или в необогреваемых теплицах, или в открытом грунте, но в зависимости от региона. В каких-то районах под плёночными укрытиями, а там где позволяет климат, то вообще без укрытия. Всю эту рассаду нужно сеять уже. Вот тут указано с 17-го. Но в последние декады апреля мы сеем огурцы на рассаду для выращивания без подогрева, не в теплых теплицах. Но в случае с огурцами, так как они совсем не переносят даже кратковременных понижений температуры, нам необходимо учитывать климатические условия нашего региона. Если вы знаете, что вы высаживать будете очень поздно, например в июне, то отложите посев на рассаду на самый конец апреля или на начало мая. Также те, кто хочет получить ранний урожай кабачков и патиссонов, и первое время может прикрывать их плёнкой, то есть хочет вырастить под плёночкой, тоже могут приступать к выращиванию рассады в последние декады апреля. Обычно многие чаще всего выращивают просто прямым посевом в грунт кабачков, но есть любители ранних урожаев, которые выращивают именно рассаду кабачков, и не просто рассаду кабачков, а ещё потом высаживают её под плёнку. Вот эти люди могут уже в последние декады апреля сеять семена на рассаду. Также это же касается арбуз и дынь, здесь про них ничего не указано, вот я посмотрела все числа, здесь нет ничего вообще про арбузы и дыни, но в конце апреля нам нужно начинать посевы арбузов и дынь на рассаду. Сроки у всех могут быть разные, и они зависят, как вы понимаете, опять же, от региона и от того, где вы их будете выращивать. Но к концу апреля это сделают почти все. Просто те, кто выращивает их в теплице, могут сеять уже вот сразу, после того, как кончится новолуние 17-18, потому что они высадят их раньше. А те, кто будет сеять эту рассаду в открытый грунт, то посеют их или в конце апреля, или в крайнем случае в начале мая. Так, потом у нас будет морковь. В последней декаде апреля можно посеять морковь для получения раннего урожая. Это тоже очень холодостойкая культура, как редиска, и может перенести даже кратковременное понижение температуры ниже нуля. Но не забывайте, что для раннего посева нужно выбирать скороспелые сорта, и такая морковь не подходит для хранения, только употреблять в течение летнего периода. Пожалуйста, и сок можно делать, и различные пережарки, и салаты. Сейчас я найду, где здесь в календаре написано про морковь. А, вот да. Там, где климат и почва позволяют, можно посеять морковь и редис. Вот как раз нам тут в лунном календаре попался редис, сейчас про редис. Редис. Хотя мы проживаем все в разных погодных условиях, но первые посевы редиса могут проводить уже все. В теплых районах сеют сейчас уже в открытый грунт, в регионах, где чуть прохладнее, под пленочку. А у нас в Сибири редис можно посеять в неотапливаемой теплице. Я первую партию посеяла несколько дней назад, видео о посеве уже выложила. Не нужно волноваться, что редис замерзнет. Многие интересуются, а какая температура должна быть в теплице? Да хоть какая. Это очень холодостойкая культура и может дать урожай в самые ранние сроки. Если, например, у нас сейчас минус 2 ночью в теплице, пусть там будет всего 2-3 градуса. Это нормальная температура для редиски. Она у вас все равно вырастет. Пусть она даже подольше, если полежит, но как только будет потеплее, она обязательно у вас проклюнется. Дальше хочу сказать про картофель. Картофель. Любители раннего вырожая картофеля, ну, конечно, опять в тех районах, где грунт достаточно уже прогрелся, потому что страна большая, регионы разные, где-то пишут еще по коленах. В конце апреля они, вот где прогрелась земля, уже приступают к посадке. Кто любит получать очень-очень раннюю картошку, где-то здесь про картофеля тоже видела, а вот картофель, там же, где морковь. Кто любит получать очень-очень раннюю картошку, молодую такую, они даже первые посадки также прикрывают пленочкой. Если с пленками возиться вам неохота, немного подождите, и в конце апреля почти в каждом регионе наступает уже период, который пригоден для посадки картофеля. Конечно, это не такие массовые общие посадки, а именно для получения раннего урожая. Несколько рядков. Я когда буду садить, я вам покажу. Хочу сказать про свеклу. Хотя чаще всего мы сеем свеклу в открытый грунт, но чтобы получить очень ранний урожай, свеклу тоже можно вырастить через рассаду. Посеяв свеклу в конце апреля на рассаду и высадив ее в конце второй декады мая в грунт, можно получить полноценные плоды очень рано. Есть люди, которые любят свежую свеклу, борщи, различные салаты. Она вот самая свежая, самая вкусная. Пожалуйста, попробуйте и вырастите на рассаду. Где-то так. Про свеклу тоже где-то было. А, вот. Посейте на рассаду семена свеклы для высадки в грунт. Ну и, конечно, зелень. Всю вторую половину апреля можно сеять в открытый грунт. Листовой салат, укроп, кориандр, петрушку. Где-то здесь у меня про зелень тоже у нас написано. Вот, про зелень, пожалуйста, 25-е. Продолжайте посевы овощных и зелень, укроп, салаты. Кроме посевов, во второй половине апреля нужно готовить и теплицы под рассаду, убирать все прошлогодние остатки растительности, промывать поликарбонат и стекло, обрабатывать грунт от болезней и вредителей. Работ у огородников в апреле очень много. Я вот вам рассказала, что нужно посеять в апреле, кому можно уже это сеять, а кому можно сеять это в середине месяца, прямо сейчас, вот после полного луния, а кому лучше подождать до конца месяца. До свидания. С вами была Ольга Чернова с кратким обзором посевов апрельских. Желаю всем удачных посевов и хорошего.